Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями 8.43 РИА новости, Дмитрий Виноградов, Зенитно-ракетный комплекс С-400. РИА новости, Дмитрий Виноградов, Афины, 22 апр РИА новости. Американский сенатор-демократ Боб Менинде заявил, что США введут санкции против Турции в случае закупки ею российских систем ПВО С-400, и исключил поставку при этом самолетов пятого поколения F-35. Если президент Турции Таип Эрдоган будет настаивать на приобретении противоракетной системы С-400 и завершить ее покупку и установку, то будут наложены санкции на основе законопроекта, который я первоначально внес в Конгресс. И речь не идет о том, что санкции могут быть наложены и они будут обязательными. Мы не хотим этого, и мы предложили другие варианты Турции. Система С-400 несовместима с архитектурой НАТО, заявил сенатор в интервью греческой газете Кати Мерине. 17 апреля, 11.1 США сделали Турции новое предложение по ЗРК Patriot. Менинде находится в Афинах, где его в понедельник примет президент Греции Прокопис Павлопулос. Ранее американский сенатор посетил Кипр, где с ним встретился президент Никос Анастасиадис. Менинде несколько дней назад вместе с сенатором от республиканской партии Марко Рубио представил в Конгресс закон о сотрудничестве в области безопасности энергетики в Восточном Средиземноморье серию инициатив, меняющих стратегию США с учетом изменений в регионе, включая открытие крупных газовых месторождений, ухудшение отношений Турции как с самими США, так и со всеми ключевыми региональными партнерами Вашингтона. Законопроект предусматривает отмену запрета на продажу оружия Кипру. Законопроект запрещает передачу самолетов F-35 Анкари. Если Турция продолжит реализовывать планы по С-400, никогда не будет F-35 рядом с С-400. Этого никогда не произойдет. Это позиция обеих партий в Конгрессе. Недавно мы поддержали это в совместной статье с председателем Комитета Сената по международным отношениям, председателем Комитета по военной службе и другими. Аналогичные позиции были высказаны членами правительства, президента США Дональда Ред, Трампа, заявил Менин Дес. 16 апреля, 15 однополитолог, разрыв отношений с Турцией из-за С-400 в интересах США Фанкари рассказали о переговорах с президентом США Дональдом Трампом по ситуации вокруг покупки X-400. В эфире радио Спотник. Военный эксперт Юрий Зверев отметил, что можно говорить об деэскалации отношений двух стран, однако долгосрочных выводов делать пока рано. По его словам, Анкаре надо выбрать, с кем быть. Турция должна сделать свой выбор. Она может оставаться важным союзником в НАТО, продолжить ориентироваться на Запад или отдалиться, сказал сенатор. На просьбу уточнить, действительно ли, если Турция получит X-400, она не получит F-35, Менин Дес ответил, да, в этом случае нет никаких шансов получить F-35. Они будут наказаны на основе американского закона, который предусматривает санкции для любого, кто покупает системы вооружения у России. Если у нас будет F-35 рядом с С-400, Россия сможет узнать все секреты технологии F-35. Даже те, кто считает, что Турция остается очень важным партнером, согласны с тем, что этого никогда не произойдет, сказал Менин Дес. 17 апреля, 10.56 военный эксперт, закупка Турции С-400 это только начало истории. Турция не смогла согласовать с США закупку российских С-400, пишут американские СМИ. Однако это ничего не меняет в планах Анкары, уверен директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. Своё мнение он высказал в эфире радио Sputnik. Менин Дес также заявил о нарушении Турции прав человек. По его словам, Турция заключила в тюрьму больше адвокатов и журналистов, чем любая другая страна в мире. Я также не ожидаю, что союзник в НАТО безосновательно заключит в тюрьму сотрудников посольства США в Турции. Посмотрим, куда пойдут эти отношения, сказал сенатор. Субтитры создавал DimaTorzok